привет всем иду на работу но сегодня передавали отвратительную погоду она замечательная не ветерка не солнышко тебе в глаза не холодно вот и верь потом прогнозу погоду а мы всю неделю страдаем какая погода завтра будет все непредсказуемо поэтому об этом мы узнаем только завтра что будет за погода и как мы проведем нашу пасху вот я яйца вчера накрасила правда они вышли чуть-чуть другого цвета ну как другого оранжевые же должны быть но яйца и так были оранжевые короче какие-то я приду покажу вам не знаю такое ощущение что они не крашены ну да ладно мы с наклейками есть красивый ребятишкам а так по такие поедем шушь теперь делать вот так что вот так все не прям ливни передавали я говорю работа не попрет хотя принципе мои постоянно клиентки они хотим ливень хотим ветер если уже неделю голову не мыли а моет голова не только у меня поэтому как бы не будешь ходить они две недели с грязной головой хотя все может быть здесь дождя не любят здесь 2 капли уже упадет все здесь местные жители никуда не выходят и что в такую погоду куда же мы пойдем в такую погоду 2 капли 2 капли упала вы чего дождаться еще нету все здесь испанцы по крайней мере на юге вот где я живу матриль там дождь они никуда не выходят нет все это уже плохая погода вот помню ливни были до всех топили даже школа закрывали вы представляете школы закрыть из-за дождя 1 это вообще я и над ними смеюсь я говорю а как же мы говорю раньше 25 мин минус 25 и мы в школу идем ну 24 25 как раз мы уже не ходили они о как вы там выживаете ой смешные таки какой там такой холод так и выживаем как и здесь говорю выживаем без отопления хотя вот видите отопление буквально нужно было месяц а сейчас уже дома 20 градусов какое отопление нет ну часто понятно уже апрель хотя вон посмотришь другие страны там пипец снега идут какие апрель вообще вы понимаете апрель и снега идут вообще бог ладно завтра пасха все пойдут наверное по колено в снегу а у нас весна в самом разгаре вы смотрите какое поле ромашковое ромашковое поле цветы цветут заседать сейчас и запихай туда видите какая красота все цветет все пахнет а чарли блин нюхает все углы тут машину я свою поставил немножко далековато но в принципе для меня две минуты я привыкший ходить и все едем на работу на работу приехали видите какая у нас погода гадкая холодно зима мороз и солнце день чудесный еще ты дремлешь друг прелестный про пора красавица проснись да действительно раб уже и проснулся весне а то что-то прям уже надоело это осень зима непонятно что но точно не весна я кстати первый раз на моей красавицы паркуюсь здесь не проезжала по своим улочкам тесным в принципе она там машин еще больше было поэтому как бы проехали да я же опытный водитель я же аз во всем если я что-то делаю то я это делаю я же профи профи я во всем и с кем это ты воюешь очень интересно с тем воюет ли он какие-то люди даже ходят обалдеть туристы наверное в общем идем работать у меня уже пару клиенток есть на вечер что-то ему прям воюет и воюет воин мой такой шторм пипец уносит все тут вот за домами не так а на пляже вообще невозможно улетишь я уже закончила тут у нас люди знаете 4 я открываюсь они приходят всех 4 поэтому я стою и и сегодня и думаю открываться мне в 4 на следующей неделе или в 5 наверное я значит еще в 4 по открываюсь не все прям идут в 4 а потом уже к 6 никого нет вот тут кстати у нас будет ресторан новый видите называется на рок говорили открыл откроет на страстную неделю ну какая доделать и доделывать но ветер на ужас сейчас пойду в лидл за клубникой делать себе компот клубничный на завтра завтра кто будет с вином кто с чем я с клубничным компотом тоже вкусно мне он очень нравится а пить я не хочу завтра ничего что-то мне знаете апатинка на алкоголь я вот не хочу и все так что вот такая мясо надо купить на шашлык ну не шашлык там что-нибудь куплю какой-нибудь мяско шашлык мариновать не охота но мы будем гриль барбакой я не знаю с таким ветром ну что будем готовить сегодня мой любимый тортик поделюсь с вами рецептом он вот такой обалденный так для этого нам нужно 400 грамм моркови 4 яйца 280 грамм сахара меня не было 208 сыра я добавила сахар тростниковый так что ничего страшного а вот 240 миллилитров масла подсолнечного без запаха чтобы он не было запаха 250 грамм муки пшеничный хороший такой две ложечки ну я вот пакетик разрыхлителя здесь вот 15 грамм так потом у нас две соды две ложечки соды обычной потом у нас добавляют как седаю забывай корица две ложечки корицы я корицу не люблю потом я ее не добавляю если вы любите корицу смело добавляем две маленькие ложечки чайные корицы дальше как он называется то мускатный орех так сколько у нас мускатного ореха мускатного ореха у нас ложечки мускатного ореха и цедра лимона цедра апельсина апельсин у меня такой был мем мем лимона добавила вот без белый вот это иначе горчить будет ну нужно цедра одного апельсина небольшого такого среднего и 100 грамм орешков вот таких грецких и кусочек масла сливочного для поджарки этих самых орехов идем жарить орехи кладем кусочек растапливаем и поджариваем наши орешки ну с этим вы справитесь без меня и пока у нас поджариваются орешки трем морковку трем натеряем как хотите у меня робот есть поэтому я ничего тереть не буду с этим хорошо справиться мой робот поэтому на мелкой на мелкой или знаете вот на обычной такой вот терке блендером как-то не очень получается каша а вот на такое именно будет самое но чтобы знаете кусочки моркови было чтобы не была такая каша так намного вкуснее чтобы видно было что это морковь так что поджариваем орешки и трем морковку так что делаем дальше дальше мы в морковку нашу протертую добавляем сахар цедры лимона и апельсина и все хорошенько перемешиваем тем самым у нас уже поджарилась наши орешки мы их выкладываем на досочку чтобы они остыли когда они остыли их нужно просто ножом порубить орешки протерты протерты порублены теперь мы включаем духовку на 160 градусов нагреваться 160 градусов вообще торт должен выпекаться час вот ну пока нагреется у каждого духовка нагревается по-разному поэтому как бы у меня вот я пока буду все смешивать она как раз нагреется 160 градусов и на час теперь мы добавляем в массу добавляем яйца а также соду разрыхлитель и приправы все это добавляем массу и перемешиваем все затем добавляем масло и опять все перемешиваю до однородной массы то есть вы поняли да все уже все жидкое перемешивается смешивать и в конце добавляю муку а уже в самом самом конце добавляю орехи так что надеюсь что все понятно жидкие все с жидкость смешиваем в конце мука и орехи я думаю что пока что все легко ничего ничего такого сложно здесь и вообще он торт этот легкий так как бы посмотрим что у нас получилось всего такая жижа получился конечно не видите вот и даже жида теперь мы добавляем туда ну вообще с роботом очень удобно морковку главное не надо тереть вот что у нас получилось я вам еще не сказала щепотку соли тоже добавьте пожалуйста вот так и еще раз ставим перемешивать в конце уже скину орехи чтобы они у меня сильно не перемололись одной рукой не очень приятно работать я застелила форму бумагой чтобы легче было доставать и вот такая вот у нас масса получилась видите она не жидкая никакая и видно морковку и все теперь сейчас выливаем сюда так вот она потом еще поднимается так что смотрите чтобы форма не на всю как бы оставалось место чтобы поднимать для поднятия ну что приступим к нашему крему я тут уже разложила коржи вот этот корж пойдет сюда я прям в этом форме повезу сверху положу такую же форму и будет вот они две и будет как бы он не закрыт чтобы удобнее вести вот такой маленький кусочек это я уже попробовала бисквит я себе тортик сделаю такой потому что потом всегда жалею что у меня нету так для крема нам нужно 100 грамм сахарной пудры я в роботе сделала сахарную пудру 400 грамм маскарпоне вот 4 меня две баночки здесь по 250 то есть 500 я возьму 400 одно не доложу и 200 грамм сыр филадельфия вот и масло такого вот вообще сейчас скажу масло где-то 50 грамм здесь вот 100 грамм и пол кусочка 50 грамм все это должно быть комнатной температуры то есть я достала сегодня утром у меня день пролежала и уже вот видите масло оно такое мягкое вот ничего тебе здесь взбивать не надо ну если только масло с сахаром взбить так чтобы чтобы масло ра как бы растворилась и все так что высыпаем сахар сахарную пудру давай ты не высыпайся и добавляем сюда кусочек масла и все это миксером вот так чуть-чуть взобьем но не сильно не обязательно можно вилкой как хотите вот так масло у нас там с сахаром сделалось я уже добавила филадельфию туда вот и сейчас да буду добавлять маскарпоне и все это просто перемешивать не взбивать ничего я даже взяла вот блендер вот этот или как там он называется не знаю даже как он называется у нас ботидора и буду все это перемешивать крема получился обалденный вот такой вот он густой хороший в принципе торт не должен пропитываться потому что он уже мокрый он как бы коржи уже такие не сухие поэтому этот торт можно есть даже я не знаю намазал уже есть можно и все начинаем мазать скажем так мажем мажем сверху я посыпала маком можно знаете всякие орехи грецкие там какие хотите или набор орехов украсить орехами фрукты сюда не очень идут вот потому что не знаю почему не вкусно с фруктами а вот именно с орехами разными очень вкусно вот такой у меня тортик получился на вкус он необыкновенно вкусный украшать я не люблю запарив париться с украшениями поэтому я его слепила из того что было но на вкус это никак не влияет он обалденный вкусный это просто сказка так что всем советую легко быстро и очень вкусно тортик пальчики оближешь вот увидите как он завтра улетит в мгновение ока хлоп его уже нету поэтому я себе вот этот кусочек оставила чтобы потом наслаждаться в гордом одиночестве может быть мужу кусочек дам посмотрим на его поведение но я буду вот так есть и смаковать смакуйте со мной всем спасибо в общем вот так вот я ну то вы посмотрите робота вставила в спальне он сюда к нам едет а даже робот не может без меня в общем я вот видите как накрываю вот этой крышечкой скотчем вот тут заклеиваю и все никуда ничего не улетит можно вести спокойно а я умный правда сейчас я вам поставлю в холодильник что он там застывает и воду компот варить я купил клубнику какая попалась первая попавшаяся буду сейчас клубнику варить и посуду мыть у меня такой хаос на кухне вот а что еще то мне надо делать а больше ничего а еще знаете что я купила на этом на завтра такую колбаску купила кровяную она очень вкусная я ее когда танька ко мне приезжала я купила вот такую грудку этого как его зовут то блин большая курица индюк индюшка индюшки грудка индюшки не ну посмотрите это что вообще чарли робот мужа не хватает и мы все сосредоточку туда приехал то дурак я отсюда может он на меня запреграммировал может он идет туда где я вот грудка индюка пирог сделаю из лаваша портик до хера всего мы вообще всегда знаете как везем значит сладкая салат какой-нибудь ну и мясо естественно ну кто везет так то не везет всего бывает кто больше везет кто меньше везет вот я люблю пожрать поэтому и всего и побольше ладно пошла я посуду мыть огурчики буду сейчас солить в пакете у меня здесь 400 грамм огурчиков вот такие маленькие они такие хорошенькие хорошенькие гляньте какие семечки классные вот я их помылила жутки отрезала вот так порезала пополам добавила укропа пучочек на 400 грамм я добавила пол столовой ложки соли и пол чайной ложки сахара и три зубчика чеснока такие средненькие сейчас все это я вот так перемешаю и все и положу в холодильник и до завтра они просолятся и будет вот такие малосольные хрустящие обожаю такие огурчики общели огурцы обожаю любом виде вот и все и на сегодня я наверное закончу мой репортаж пойду отдыхать чаще без сейчас сделаю и больше ничего не буду делать масочку может быть сделала чтобы быть завтра красивой и во всеоружии и все ребятки давайте с вами прощаться до завтра завтра похристосимся завтра потому что мы сегодня суббота как-то не туда а потом будет целой недели пасхально хоть каждый день будем христоситься так что все до завтра всем пока пока всех люблю